Всем привет, с вами Бассет. Сегодня смотрим еще один классный матч в Star Wars Empire at War, Wars of Corruption. Классная игра, сегодня у нас битва в космосе, здесь у нас появляются повстанцы, игрок под ником Alpha Legion, имперец под ником Fianor и я за консорциум, за фракцию пиратов. И сейчас будем распространять свои коррупционные сети по всей галактике, ну или по крайней мере над орбитой планеты Камино. Да, это место, где создавались клоны в оригинальной вселенной, в Звездных Войнах, где именно была база клонирования, откуда Джанго Фетт, точнее где Джанго Фетт сдал свои ДНК, и потом Республика получила огромную армию, которые впоследствии исполняли приказ 66 и так далее. Единственный минус просмотра Звездных Войн и реплея в том, что мы, к сожалению, можем смотреть реплей только от моего лица, то есть только от лица создателя реплея, в данном случае это был я, поэтому звуки на других астероидах у нас не будет. Вот здесь у нас будет эпичная битва повстанцев и империи, но я могу озвучивать пиу-пиу, пиу-пиу-пиу-пиу, ну и так далее, вы понимаете. Да, здесь довольно много икс-вингов, здесь довольно много имперских истребителей, но в целом эта ситуация действительно хорошая, наверное, для повстанцев, потому что у них, как вы знаете, самолеты лучше стартовые, поэтому именно повстанцы обычно выиграют. Я за консорцием довольно быстро иду в Т-2 станцию, делаю апгрейд, и скоро у меня появятся уже хорошие истребители, ну и не истребители, а апгрейдные истребители, или же появятся, скорее всего, какие-то корветы, которые эффективны против легких вот этих вот издолетов. Издолеты империи уже сюда прилетели отстреливаться, но, конечно, есть у меня в своих случаях прикрытие, видимо, их Старвайперов. Старвайперы бросают своих дроидов, эти зонды, которые кусают вражеские корабли, но империца довольно грамотно и быстро отступает назад, однако все-таки нет. Не знаю, тут кружит вокруг астероидов, Старвайперы тоже на позиции летают, ищут себе какую-то цель и вступают в перестрелку с ними сейчас. Это хорошая попытка, да, действительно, сражение. В этой битве пока что-то сильно побеждаю я, потому что уже продамажил вражеские истребители. У противника не так много здоровья, ввиду того, что он наехал все-таки на дроидов, но Старвайперов меньше все-таки, не крути, да, поэтому по ним, кажется, мне даже еще проще попадать, потому что у них такая форма, в которую можно поставить какое-нибудь крыло, да, например. Но подходит Корвет, Корвет спасает ситуацию для меня, потому что Корвет спокойно отбивается от любого звездолета, как я уже сказал, и скоро уже будет первый у нас герой Клык Гончий, который я называл Зуб Большой Собаки, Зуб Охотничьей Собаки или же Клык Гончий, да, неважно. То перевод от Фаргуса, то нормальный перевод, скажем так. Так, здесь полетели какие-то звездолеты сейчас повстанцев, и пока что у нас образовался хрупкий мир. На какое-то время здесь уже двигается группа Старвайперов, они вступают в схватку, скорее всего, или хотя просто пролетают мимо сейчас противника. Довольно большая группа икс-фингов имеется у Альфа Лиджиона, с ним лучше здесь не сражаться, и, но проблема, конечно, тут в том для него, для повстанца, что имперцы атакуют, вот этот Астероид, и хотят забрать уже все, что есть на этом фланге, ресурсы, дополнительную прибыль, и Боба Фэд уже тоже на позиции, он даже может летать сквозь Астероид, на своем звездолете прекрасно, поэтому в этом плане Боба Фэд действительно прекрасно сражается с любыми противниками, это, мне кажется, один из лучших героев. Тысячелетний Сокол, правда, уже имеется и у повстанцев, он тут на позиции, он убивается от моей атаки, но свой Астероид в обиду я не дам, скорее всего. Есть уже хорошая группа войск у меня здесь, есть фрегат, который будет готов подбиваться, но Астероид не знает, надо как-то защищать. Империя справляется, является один более тяжелый корабль, который прогоняет повстанцев отсюда, Боба Фэда там подстреливают, конечно, но, к счастью, с его бомбой, с его прикрытием перехватчиков, он справляется, и здесь какой-то один маленький Корвет не спасет. Нападение повстанцев на мой Астероид начинается, здесь, конечно, и Боба Фэд, и три группы Икс-Вингов, это неплохая, на самом деле, армия, которая может Астероид довольно быстро уничтожить, но нужно сейчас как-то ему помочь, помогают, сейчас будут Корветы, Корветы плывут, о! В пустоте, тихо-тихо, и скоро будешь на месте, еще один фрегат, дополнительный, появляется здесь у меня, чтобы точно можно было отбиться, без всяких трудностей, и эти три корабля должны спасти, отстроить, они, правда, не успевают, немного отстроить, сейчас вот-вот будет потерян, но, тем не менее, хотя бы так, да, они хотя бы смогут отбиться от этого летающего тысячеледнего Сокола, Кана Соло и Чубаки, какие-то Икс-Винги даже будут потеряны, скорее всего, при этом у повстанцев, да, сбивают эти три истребителя, неприятная, на самом деле, потеря, но повстанец, тем не менее, сильной экономики не лишился, наступает небольшое время за тысячи, отступают корабли и Империи, и повстанцы пока на перегруппировку, но повстанец решает контратаковать, он понимает, что это его возможность, а сверху я уже подготовил хорошую оборону в случае атаки Империи, здесь, на всякий случай, один легкий фрегат, который на позиции, он может справиться с любыми другими корветами сейчас, да, и он с этим сейчас будет справляться, если уже пошла серьезная атака, Буафайт прилетает пока просто на разведку, он теряет всех своих перехватчиков, которые его сопровождали, это провальное было наступление от него, ну, хотя бы смог спастись, сейчас уже большой плюс за него, отступает он немного назад, у меня заказаны, на всякий случай, фрегаты, более серьезный класса месть, класса расплата, так звучит, наверное, по-пиратски, но мои противники думают, что, похоже, настало время как-то входить в какой-то союз, да, они пока временно прекращают боевые действия, чтобы объединиться с универсальным злом в лице пиратов, и, конечно же, как говорится в известной пословице, хороший пират мертвый пират, поэтому они планируют какую-то совместную атаку против меня, и первым, наверное, будет выступать, конечно, сейчас именно повстанец. Находится только один фрегат и два корвета, это, на самом деле, достаточно большая армия, чтобы отбиваться, и, на самом деле, корвета, действительно, прикрывают позицию очень хорошо от любых легких кораблей, но беда в том, что все-таки повстанцы могут вызывать подкрепление, и повстанцев довольно много. В то время имперцы двигают здесь, уже появляется первый звездный большой корабль класса Виктори, да, и, соответственно, есть только один конкретный фрегат у меня, но тут уже два этих больших корабля, у них есть ангары, из которых вылетает бомбардировщик, что создает дополнительные трудности, и, конечно, это может быть большой проблемой, там Клыгончи гоняется, стреляет своими ракетами и лазерами по вражеским кораблям, пытается бить двигателей, но ситуация тяжелая. На юге, тем временем, повстанцы также не теряют время, здесь есть еще один фрегат, который должен отбиваться, но он тут один, как бы, хотя здесь, на самом деле, три корвета еще в порядке находятся и живут, но Ханцул активирует способность, выживает пока что противник, давайте, может быть, посмотрим, вот красивые камеры, да, тут фрегат, в то же время, на севере сейчас отбивается от имперских кораблей, ну, и, конечно, очень много, боуфатки, деса и бомбы преследуют Клыгончи, корабль держится, но все равно ситуация тяжелая, летает там еще один троид, убийца мой, есть несколько, некоторая группа старвайперов, но фрегату все-таки здесь уже понимаешь, что ситуация не очень хорошая, нужно уходить назад, скорее всего, ситуация прям-таки действительно неприятная, один корвет удержится, но их тоже лопают на этом, на юге, на фаунге, тем временем, у повстанцев тоже все хорошо, они подбили бомбардировщика, бомбардировщики бьют сзади по фрегату, фрегат уже плаван, остается только один несчастный корвет, который тоже подбит у противника, конечно, вот это вот небулон тоже уже сильно подбит, у него там остается только один турболазер практически, да, там еще одна ели или батарея стреляет, но враг тем временем все равно в любом случае отбился, тем не менее, на этом фланге тоже по станции смогли разграбить мою армию, все-таки драться на два фронта было плохой идеей, об этом говорили все известные политические деятели 20 века, в общем, да, не учел я эти уроки в этой далекой-далекой галактике, к сожалению, истории Земли, видимо, не было, и да, это поражение было серьезное, здесь есть еще один дроид, который летает, дроид сражается с Бобой Фетом, Боба Фет, однако, в этой дуэли пока что, мне кажется, побеждает, он лучше разворачивается и открывает огонь из своего лазера, но, по-моему, сейчас Боба, скорее всего, отправится уже на ту луну снизу, да, возможно, если, конечно, там хватает притяжения, Боба пошла от ВВП, это красивый разворот, это красиво насадили элементы, Боба, Боба сопротивляется, и Боба все-таки смог уничтожить моего дроида, но он тоже был заражен, его корабль был скоррумпирован, не скоррумпирован, точнее, да, а его корабль был взломан, и, соответственно, он тоже был уничтожен здесь, однако, два корвета у меня осталось, они должны как-то уже уходить назад, потому что тут уже побитый фрегат абсолютно неимущий, да, никакой, вообще ничего не может делать, у него там буквально одна жалкая батарея, где там стоит, и у него еще один второй фрегат прикрывает, у которого тоже только батареи еле-еле стреляют, но плот империи сильно поврежден, на самом деле, этот плот уже не очень-то боеспособен, у станции при этом четвертый апгрейд готов, четвертый апгрейд, это большие деньги, сразу заказываю у меня еще пятый апгрейд, чтобы уже точно закрепиться и ничего не потерять, хотя, наверное, надо было заказать агрессора, это было бы эффективнее, это было бы попроще, здесь последние мои силы уничтожаются империи, повстанцы отбирают астероиды снизу, и я попадаю уже в большую экономическую передрягу, на самом деле, потому что не хватает ресурсов, остается последний астероид, на который уже направляются повстанцы, и они не хотят его оставлять живых, понятное дело, и не собираются, конечно же, и с такой экономикой жить будет крайне непросто. Полетели Старвайперы сейчас вниз куда-то, они пытаются как-то маневрировать, ну, такая себе операция, сбрасывают сейчас зонды Кусаки, Кусаки будут кусать, но в целом Икси Инди справляется и без этого, там есть один корвет и прилетает снова на этой тарелке Чубака с Ханомстаном, кусочки пиццы стоят здесь погрызанные, немного покусанные, но, тем не менее, империя захватила астероиды, это самое важное, у империи сейчас будет 4 базы, у повстанца будет, скорее всего, 3 или хотя бы 2, у меня же 0, я нахожусь в ужасном положении, единственное, что моя станция намного сильнее, чем станции аналогичные у повстанцев и имперсов, да, и, соответственно, я получаю больший доход со станции, у меня лучшие возможности в плане апгрейдов и всего прочего, тем не менее, я бы не сказал, что это прям большое преимущество, потому что астероиды все-таки дают в разы больше денег, поэтому, да, одной станции тут мне не хватит, надо что-то придумать с этим, и придумать пока нечем, повстанец. После успешных схваток отходит немножко вправо, он может потянуть время, он понимает, что, в общем-то, драться ему присыд еще не скоро, Боба Фетт снова появляется, и мы идем на перехват астероида слева-снизу, почему бы и нет, надо хоть как-то реабилитироваться, 3 небольшие звездолеты у меня имеются, ну, в общем-то, 3 группы, скажем так, да, и, конечно же, Клыг Гончий, главный герой. Его корабль называется Клыг Гончий, сам же он, на самом деле, боск, но будем называть его Клыг Гончий, так звучит более угрожающе, более эпично. Временное перемирие Империи и Альянса Повстанцев нарушается атакой повстанцев, он забирает себе третий астероид, теперь у них 3-3, и, соответственно, у меня только одна база, которая что-то добывает. Двигает сюда уже при этом огромное количество истребителей Империи, при этом они все ведомы сейчас Боба Феттам, Боба Фетт пытается пойти в эту атаку впереди, тут, правда, станция 5 уровня, станция 5 уровня будет бить очень больно по ним, поэтому рядом с ней лучше не летать, просто из залп из всех орудий проходит по Бобу Фетту, но Боба Фетт, ввиду своей скорости своего маленького корабля, выворачивается от большинства выстрелов, да, и, в принципе, теряет фитпойнты, конечно, но не погибает. Начинается с ним схватка, бомба от Боба Фетта пошла, бомба взрывает все мои истребители, сейчас практически это неприятный старт, уже сражение, надо прятаться быстрее под станцией, под базой, но, к сожалению, Боба Фетт стреляет крайне метко, и у него получается давать очень хорошие залпы по моему кораблю, и станция будет, конечно, помогать отбиваться, но даже этой станции-то не хватит, Боба Фетт просто в наглую покусит моего героя, у него уже очень мало здоровья, у самого остается, но все-таки под станцию может продолжать драться, и мой герой вот-вот будет подбит, это провал, это огромный провал, на самом деле, моего микроконтроля, появляются новые у меня звездолеты со станции, еще одна бомба сбрасывается, Боба Фетт уходит на последних хитпоинтах, но все-таки выживает, зараза, да, но выживает, подходит у нас теперь дроид-убийца, дроид-убийца проиграл в прошлый раз, он был уничтожен выстрелом Боба Фетта, но в этот раз ИГ-2000 должен попробовать ИГ, наверное, да, я не знаю, правильно, должен может уничтожить Боба Фетта, но вступает в схватку, уже неравный бой, надо использовать свои способности, да, способность пошла у него в виде взлома вражеских кораблей, они все будут действовать намного менее эффективно, это очень неплохо, но, опять-таки, Боба Фетт пока что показывает больше, а мастер, он прям присел на хвост этому дроиду и преследует его сейчас, это прям большая вида, дроид разворачивается, Боба Фетт теперь находится спереди, его можно будет побить, там также зонды кусаки работают, но имперцы опять ставят свои бомбы, старовайпер летает где-то со стороны, пытается помочь, там еще один снова колыгончик появился, Боба Фетт приследует дроида, дроид в итоге был снова, по-моему, потерян, да, или подбит, если мне не показалось, да, дроида, дроид вон еле-еле уходит, и вот он погибает прямо здесь, в этом пространстве, в вакууме, улетает назад сейчас Боба Фетт, он одержал уже вторую победу этим дроидом, и оказался чемпионом в этих разменах 1 на 1, и действительно на какое-то время это было круто, у меня, конечно, уже работал один астероид, поэтому экономика восстанавливается, осталось только выбрать новую цель для удара, имперец собрал свои корабли у своей станции, и тоже думает, чем бы заняться, возможно, потенциальной битвой с Альянсом повстанцев, в Альянс повстанцев снизу есть какая-то группа войск, но тут уже двигаются мои корабли, покусится очень быстро Корвет, его пробивают ракеты, даже игнорируя щиты, поэтому с ним драться довольно просто, и, конечно, этот Корвет сейчас вот-вот развалится на части, так и происходит, Корвет, но ничего не остается, остается только один здесь еще юнит, да, в виде вот этого Нибулы, непонятного, а я даже не знаю, что это такое, какие-то ручки дверной, от него тоже, вероятно, что останется, потому что два героя его разбирают довольно быстро, прикрытия никакого нет, сам же этот корабль эффективен только против более крупных кораблей, поэтому в одиночке здесь он, конечно, никак не поможет повстанцев защитить свой астероид, и, скорее всего, повстанцев будет база потеряна, что для меня очень хорошо, конечно же, само собой, да, потому что потеря базы повстанцев означает, что, вероятнее всего, моя экономика станет сильнее, если, конечно, повстанец не полетит драться, у него полетел Сокол тысячелетний, на помощь сейчас этому кораблю, но этот корабль, конечно, обречен, мы сейчас можем очень легко и понятно видеть, да, потому что по нему стреляют сразу в сторону, ракеты в него влетают, у него взрываются разные части, теряются, конечно, детальки корабля, здесь пошло нападение от имперцев, отбыл в это на астероид по станцам, грамотная атака, Хан Соло пытается как-то помочь здесь, как-то сражается, но Хан Соло сам сильно побит, это очень большой риск был до него, и вот Сокол можно не выдержать этого сражения, на самом деле, это будет очень грустный финал, так, ну не показывайте нужном станцию, да не нужна мне эта станция, станция очень красивая, это был онлит фэнт с этой станции, но в итоге, да, мы немножко пропустили смерть Сокола, но столько лопаги, поверьте мне, и мотографический режим не всегда, на самом деле, работает верно, как хотелось бы, да, то есть он переключает как надо бы, старвайперы продолжат летать, ну, конечно, уже мало чего осталось, на самом деле, у сил повстанцев, и, понятное дело, победа тут в этом маленьком сражении все-таки была за мной, уничтожен этот корабль, был, и имперец с его кусочками пиццы пока что ждет, все делают апгрейды, станция империи уже пятого уровня, станция повстанцев тоже уже дошла до пятого уровня, и скоро появятся уже какие-то капитальные корабли, огромный флот всех фракций, и, конечно же, это означает, что где-то будет происходить серьезная битва, у меня уже готов Тайберзан, глава всех пиратов, и скоро я уже выберу себе новую цель, на этом фланге два героя будут драться Буэфетом, Буэфет как бы пытается посражаться, но у него погибают перехватчики, он уходит назад, получив взлом своего корабля, у него зеленым пламенем горит пукан истребителя, но он, конечно, улетит куда-то направо, здесь подходят уже более серьезные корабли, сейчас на всякий случай от Альфа Лиджио, на эти корабли имеют хорошие прочные щиты, плюс довольно эффективно справляются с ответными кораблями Империи, и у Империца тут действительно какая-то беда случилась, но ничего страшного, Империца имеет экономику сверху, на которую, кстати, уже направляются мои истребители, открывает огонь противник, два Виктори, конечно, очень серьезные на самом деле, они могут и быстро убивать щиты, у них есть бомбардировщики, но, конечно, план ведь не в этих кораблях, план в том, что произвести сюда своего Тайберазана, и это проблема для Империца, Империца тут нечего делать, но подождите, появляется Траун, и появляется еще один корабль, еще один огромный звездный разрушитель, здесь это беда, да, пьет на позиции, это просто катастрофа, мой главный, конечно, герой тут не справляется, уходит в Инвиз моментально, прилетает Дроид, Дроид будет пытаться спасти ситуацию, но Траун, конечно, блокирует всю эту ситуацию, с Трауном драться не получится, скорее всего, нужно уходить куда-то назад, и его огромный корабль двигается, адмонитор, очень опасный звездный разрушитель, конечно, в этой битве нужно уходить назад, действительно, это самое верное решение, в то же время Повсайз начинает свою агрессию сам, тут аккуратно отбивая астероиды, это грамотно, и у Имперца могут начаться проблемы уже в скором времени, если так и будет продолжаться, но пока, пока живет, пока живет Имперец, он там подзывает свои корабли, и как в эпизоде Новая Надежда, четвертая часть Селезных Войн, притягивает один из кораблей повстанцев, не, конечно, Корвет, но тоже неплохо, тоже заберет его, скорее всего, но вот появляется Адмирал Акбар, вот этого не ожидал, скорее всего, повстанец, это будет крайне неприятно для него, да, это сражение, скорее всего, ему не выиграть, да, еще появляется, поэтому, какой-то корабль непонятный, маленький, даже не знаю, для чего этот нужен, да, какой-то такой, знаете, торпедный перехватчик, да, у него, кстати, хороший, да, у него именно такие тяжелые орудия, которые бомбят, вот медленные лазеры, они созданы для того, чтобы уничтожать части кораблей, и наносить большой урон именно кораблям, и действительно, эта операция закончится очень хорошо, скорее всего, не для Имперца, который вроде как подловил один из кораблей повстанцев, а именно для представителя Альянса повстанцев. На этом фланге Тайберзан выступает схватку, атакую я вражеские корабли, Империя будет иметь большие трудности, пошли залпы со специальной пушки, но у Тайберзана ее быстро радиоактивировали, уничтожили, конечно, все это дело, появляется корабль класса Кильдаб, он высасывает щиты из кораблей противника, и имеет очень много разных трубобатарей, плюс свои даже специальные орудия, которые высасывают щиты, как я уже говорил, но в этой перестелке, тем не менее, не так-то много, на самом деле, сил имеется у меня, и, конечно, четыре огромных корабля Империи должны справиться, или хотя бы выиграть достаточно много времени здесь, чтобы потом отступить сюда, но, с другой стороны, здесь нужно помогать побольше, уже, конечно, очень много истребителей, которые стреляют кое-как по Адмиралу Акбару, но Адмирал Акбар справляется тут абсолютно спокойно, здесь какие у меня еще корабли летают, да, у меня есть еще, конечно, прекрасный клыг Гочи, и корабли кусочки Пиццы Империи, и продолжают сопротивляться, там насквозь просто пролетает сейчас мой герой, но у Империи не хватит сил, очевидно, если он не будет вызывать подкрепление, а вызывать подкрепление он должен на юг, потому что на юге очень важная территория, которую надо как-то отбивать, его корабли начинают уже маневр, какой-то разворота, у него есть еще по-прежнему бомбардировщики, которые открывают огонь, и по мне в том числе, у меня есть корветы, которые прибывают на эту позицию, все быстрее и быстрее, и три корабля, сейчас еще корабль класса Агрессор слева, и Кельдаб продолжает настоять, орудия уничтожны, травм уже лечился практически всего, он пытается улететь с поля боя куда-то, не знаю, еще, конечно, Пит здесь на позиции, справа тем временем, как дела, справа еще одно подкрепление, еще один кусок Питцы пролетает, сейчас у Империи сюда, еще один Звездный Разрушитель, пытается справиться с Адмиралом Акбаром, но Адмирал Акбар, по-моему, вообще ничего в своем корабле не потерял, может быть там одна частичка от него отпала, хоть нет, это части Имперских кораблей разлетаются, подходят еще корветы, которые прикрывают сейчас на всякий случай от разных перехватчиков, хотя пока в этом нет нужды, тут на самом деле нету чего-то страшного, вроде бомбардировщиков, но действительно Империя тут, мне кажется, переоценила свои силы и скорее всего потеряет еще один Звездный Разрушитель, на этом фланге Империи тоже большие проблемы, теперь объединение повстанцев и объединение пиратов сказывается все-таки именно в пользу нас, понятное дело, все-таки, когда игрок сражается один против двух, это всегда заканчивается крайне плачевно, и последний огромный корабль Империи сопротивляется еще сейчас, но по нему уже идут специальные орудия, и подключают щиты, Империя, конечно, потянет какое-то время здесь, до того, как я доберусь до астероидов, но все-таки его судьба уже предрешена, здесь он смог отбиться от небольших кораблей и постанцев, но силы ему по-прежнему не хватает, уничтожает этот небольшой, так сказать, это такая, знаете, подводная лодка космическая, я не знаю, я бы так ее назвал, но она эффективна против таких кораблей, однако вот что с ней бывает, да, этот багет переломился на части, там Буафе также летает, вместе с Ханом Соло ведет свою дуэль, ну а на этом фланге все, что осталось сейчас в Империи, будет уничтожено последними кораблями, все мои корабли, однако, тоже сильно подбиты, да, у них остается не так много орудий, поэтому и пользы от них скоро будет тоже не очень-то много, на самом деле, поэтому, да, не то, чтобы я вышел по ветерам в этом сражении, пытался пойти на таран, траун, пытался затронить станцию пиратов, у него это не получилось, он был уничтожен этой самой станцией, здесь как-то еще сражение Хан Соло и Буафета, Буафет пытается отступить назад, у него это получается, тут подходит еще один Мон Каламари снизу, еще один корабль, но против еще одного Мон Каламари драться уже не получится, скорее всего, в общем, Мон Каламари еще очень удачно бьет, как раз таки, в борт этого корабля всеми своими орудиями, про корабль Империи такого сказать нельзя, корабль Империи стреляет, как раз таки, не туда, куда хотелось бы, ну, а я тем временем, под шумок войны, занимаю себе астероиды и расширяю свою экономику еще больше. Неплохая тут бит, на самом деле, астероиды тоже уничтожаются весьма интересно, еще один при этом, Звездный Разрушитель приходит у Имперца, это неплохо, но разворот, разворот не тот, нужно его все-таки двигать, он сейчас будет стрелять не всеми орудиями, да, начинает его двигать сейчас Феонор, еще один Мон Каламари находится слева, и да, в таком положении, конечно, все равно все выглядит так, как будто, мне кажется, у повстанцев шансов побольше, у повстанцев, к тому же, два астероида, у Империи ноль, астероид ничейный стоит сейчас, да, потому что повстанец его выбил во время этого сражения, я же выбил все астероиды Империи сверху, и теперь у Империи только два капитальных корабля, два больших крейсера, но при этом абсолютно нулевой доход, соответственно, в такой ситуации он долго не протянет, здесь Мон Каламари перестреливается с еще одним Звездным Разрушителем, но боюсь, что этот кусок пиццы, все-таки, да, от него отлетают части, долго он уже жить не будет, наступление справа тоже весьма-весьма жесткое, и, скорее всего, скоро тут ничего не останется, к сожалению, у меня три капитальных, но побитка корабля консорциума находится сверху, но они сражения прийти не смогут, какие-то бомбы Боуфета тут сбрасывались, но при всем уважении к Империи, сил у них тут явно не хватает, мои корабли при этом летят сейчас на Харас Имперца, на уничтожение его астероидов, это будет уже очередная такая хорошая попытка диверсии сейчас на позиции противника, полетели цветные сейчас мои самолеты, заходят они весьма неплохо, и будут пытаться забирать именно эти астероидики, потеря астероидов будет означать снижение боеспособности повстанческой армии, и, соответственно, будет означать, что повстанец при этом не сможет довольно долго жить, не таки хорошо сопротивляться, но беда сейчас в том, что, конечно, я не могу позволить Имперцу погибнуть, потому что если Имперец погибнет, шансов на спасение, шансов на победу у меня тоже останется не так много, да, потому что, ну, нижней останется довольно много, но все-таки лучше ворваться и спасти Имперца, для меня это более выгодно, чем дать повстанцу полностью расстрелять базы Феонора, и тем самым мы могли бы остаться один на один, но все-таки лучше, наверное, стравить противников друг с другом, и потом напасть на самого сильного, да, используя возможности станции Империи, но Империя сподводит только один корабль, этот раунд, раунд будет пытаться отбиваться в одиночку под прикрытием станции, станция-то будет бить, конечно, больно, станция, на самом деле, дает хороший урон, здесь подошел, с другой стороны, мой киллдап, решил я сдать, решил окружать повстанца, я забрал у повстанца два астероида, у него теперь нет экономики, ни у другого, ни у одного, ни у другого игрока нет экономики, здесь, конечно, с корректами воевать, наверное, не стоит, мы вам героем, Но вот этот килдап справится абсолютно со всеми здесь в одиночку И можно опасть сюда Также подходят мои корабли сейчас слева У меня очень много денег Мой тайберзан вместе с остальными кораблями пытается помочь здесь Атака по Монт Каламари пошла уже слева борта Справа Траун пытается окружить армию повстанцев вместе с своей станцией У него это получается И повстанец оказался зажат в тиски снизу корабли Слева и справа сейчас его окружают со всех сторон Побитые многие корабли и киты движутся довольно медленно Но тем не менее у повстанца не так-то много сил на данном сражении Станция Империи держится Станция Империи, однако, получает очень серьезный сейчас урон Стреляют по ней и мои пиратские корабли, и корабли при этом повстанцев Но станция все-таки будет жить У нее много хитпоинтов Она может протянуть достаточно долго под постоянным обстрелом Мы видим еще двигатели сейчас в Монт Каламари И видим, как это двигатели сейчас будут отваливаться у него Как и все остальное, что на нем имеется Потому что обстрел просто серьезнейший Да, один из Монт Каламари был уничтожен теперь моими силами Мои корабли справа видны, агрессоры и кельдабы Обстреливают позиции и Империи, и повстанцев Ну и повстанцы, мне кажется, начинают уже немножко уступать По своему флоту У них нет денег ни у Империи, ни у повстанцев Достаточно больших сил не имеется сейчас И бедный имперец понимает, что, скорее всего, один корабль вот не спасет Ну, а для повстанца тоже конец Его флотилия была разгромлена Сзади подходит еще один кельдаб снизу Повстанец, однако, пошел в агрессию Повстанец ведет свои три корвета слева Он хочет уничтожить мои астероиды Он потеряет свои позиции Здесь все Манкономари уничтожены Остается только последний багет И Адмирал Акбар прощается, сломается трап И его багет раскалывается на две части Это все, что у него тут осталось, действительно И без него он не подберется От майки корабля, однако, тоже сильно подбит Здесь тому же стоят еще вражеские турели, да, дополнительные И по станции ремонта И, конечно же, к сожалению, тут я не могу удараться по станциям Надо добить Имперца Я думаю, это лучший вариант Траунд держится, траунд тут в одиночку Но его корабль не побит Сейчас вот только будут отваливаться первые части Но Имперец пользуется коварностью Два звездных расширения прилетают на сражение Даже три, три тяжелых корабля Империи появляются на поле боя Это была засада Имперец коварно тянул время как можно дольше Чтобы мы, точнее, чтобы я спрятался по станции А затем использовал всю мощь Императора Палпатина И его подавана Вейдера на меня И теперь четыре корабля атакуют пиратов Четыре корабля Империи должны справиться с любой здесь угрозой Потому что они свеженькие Они готовы уничтожить то, что у меня уже было поломано Какие-то корветы еще у меня отстреливаются в этом сражении Но кораблей все-таки Империи намного больше Разворачивается агрессор Пытается как-то уйти назад Корветы просто в панике стреляют Уже куда попало Снаряды, выстрелы, лазеры летят абсолютно везде Но преимущество Империи тут просто неоспоримо Имперцев намного больше Имперцы справляются Конечно, какие-то части корабля Имперцев тоже будут подбиты Не все они так-то спокойно переживают это сражение, да Но все-таки Все-таки, все-таки это не идеальное сражение для меня Определенно Еще один кильдап слева Отстреливается очень много мелких истребителей Которые появились у Имперцев Это бомбардировщики И в этом сражении последние мысильного пиратского плота будут повержены При этом сейчас активно начинает заниматься экономика и повстанец Он быстренько уничтожает два моих астроида Моя экономика очень сильно ослабла в этой битве И Имперец теперь уничтожил последние остатки моего плота Два корабля осталось Это все, что имеется буквально сейчас И, конечно, есть мой еще агент Мои агенты, мои наемники Которые обстреливают астероиды-постанцы На всякий случай, чтобы хотя бы повстанец не остановился Да, но повстанец давно не стрелал новых кораблей Значит, он купит, копит, скорее всего, деньги на подкрепление Возможно, он такой же серьезный Уничтожается здесь еще один мой большой корабль Кильдап И остается только последний, который кое-как отстреливается У него есть различные батареи Корабли, на самом деле, Империума Империи, точнее, уже перепутал Они очень сильно подбиты Три корабля, как минимум, уже лишились своих орудий У этого сейчас не будет своего притягивающего луча И ангара тоже уже нету И, соответственно, эти огромные корабли Уже не будут настолько эффективны Насколько хотелось бы, скорее всего, имперцам Поэтому печаль Печаль беда Но хотя бы они имеются И хотя бы сейчас имперец может контратаковать повстанца, если захочет Ну, захочет, это, конечно, вопрос Но мало ли Мало ли, мало ли На его месте он мог бы, наверное, это сделать На этом флоге начнется еще небольшая стычка Здесь с астероидами Я пытаюсь забрать себе астероиды и отстроить их заново Чтобы хоть какая-то экономика у меня была При этом уничтожая последние астероиды повстанцы У него скоро каких-то денег уже не останется И повстанец уже, конечно, на грани находится Но имперец также находился очень долго В плохой экономике И все-таки смог отстроиться Как вы видели, в конце смог справиться И уничтожить даже весь мой флот У него остается пять кораблей Не пять, четыре Где-то все-таки он потерял один Ну и ладно Это не так страшно Последние корабли повстанцев пытаются напасть на мои астероиды Но тут, конечно, приходит, на всякий случай, Тайберзан Возродился он И отгоняет короветы повстанцев Конечно же, без особых трудностей Они благополучно уничтожаются одним его залпом суперорудия главного Ну и повстанец, конечно, пытается теперь как-то, может быть, восстановить свою экономику снизу Здесь мои астероиды будут защищаться И я скоро верну свою экономику У меня по-прежнему еще все-таки доход больше Из-за того, что я контролирую большую территорию в этой битве И это позволяет мне, естественно, строить больше кораблей И надо готовиться к последнему сражению Я знаю, что станция Империума сильно подбита Мы сейчас не едем ее здоровье Но скоро, вы заметите, что его практически там не осталось Станция сильно повреждена, на самом деле И при этом еще все корабли Империи сильно также побиты Поэтому в лобовом сражении он может не выставить Подходят нас обыденные короветы Сейчас у меня, на всякий случай, для подстраховки Ну а здесь герои продолжают летать и уничтожать экономику повстанца Повстанец при этом еще нужно драться даже с Империумом Самой Империя же при этом желает направиться немножко с север Невозможно, да, у него подбиты его корабли Которые, может быть, будут, я не знаю, драться Как-то, не знаю, не знаю, на самом деле план у Имперца У повстанца план выжить Это очевидно, у него совсем не хватает сейчас ресурсов Ну а мой план, конечно, скопить достаточно много кораблей Сейчас там много больших юнитов, чтобы начать атаку на последние силы Империи Я знаю, что звездолеты его подбиты Его большие корабли требуют ремонт Ремонт здесь, к сожалению, противник здесь не может Но, конечно же, он, правда, мой спутник на центре При этом я бью у него орбитальной пушкой По нему сейчас дополнительный надо со своей станцией Он теряет еще дополнительную часть корпуса На этом фланге продолжается битва с повстанческими кораблями Она, кстати, очень даже неплохая, потому что корветы повстанцев каким-то образом не справляются с моими героями Это очень печально для повстанцев, понятное дело, да И потерять два корветы, которые стоят немало Это, на самом деле, тысячу восемьдесят Тысячу восемьсот, точнее Это тоже неприятно Тут летит на таран снова какой-то герой Это просто имперский звездный разрушитель Который называется смерть Рука смерти Скоро он отправится к остальным частям своей смерти, да И, конечно, со станцией он тут не справится в одиночку Это попытка была, может быть, разменяться со станцией Или хотя бы просто избавиться от корабля, который занимает лимит И дальше уже постоль, что поважнее Ну и все уже готовится к финалочке К финальной битве Постанец занял два астероида У имперца снова один У меня же четыре Экономика самая лучшая Нужно готовиться к финалу Нужно готовиться к последней битве Тут какой-то, знаете, безумный просто пытается взорваться Да, этот разрушитель Но от него скоро уже ничего не останется На юге, тем временем, я уничтожил еще один астероид Но ценой жизни своего героя Который в итоге будет, скорее всего, подбиться Ханом Соло Хотя, да, Хан Соло даже его не смог тут догнать Но нет Тут появляется изгой Изгой 6, если не ошибаюсь, да Изгой 11 Изгой 11 может неплохо воевать Тут изгой 4, да У каждого корабля, по-моему, свое имя Если не ошибаюсь Да Абсолютно у каждого этого изгойского отряда есть свое имя И, собственно, они исправляются В результате, конечно, появляется Корвет Вот с этим уже, конечно, тут от пиратов ничего не останется Ну, а я готовлю свое главное наступление все-таки на Империю Потому что это более важный противник для меня Потому что у Империи остались большие силы Все мои корабли на месте 4 больших, свежих корабля Которые готовы дать последний бой Империи У Империи, конечно, тоже имеются здесь звездные разрушители Они направляются в схватку с моими агрессорами Пошли залпать сейчас главными специальными орудиями И эти орудия бьют крайне больно Минус сразу ангар и луч противнику, Трауну И подлетает еще при этом мой герой Но это, конечно, очень-очень хорошее суперорудие Которое имеется у этих кораблей Которое бьет крайне больно Потому что имеется сейчас у Империума Повстанец идет на перехват астероидов Повстанец что-то замышляет в этом сражении Очевидно, что-то нехорошее Уничтожаются сейчас части кораблей Империи Подлетают, дополнительно, еще мои герои Где-то в бомбоходе стреляются Королеты тоже подошли поближе Но Траун, конечно, Трауну готова на тяжелую судьбу У него осталось только генератор считать Скорее всего от него скоро ничего не останется Справа еще один разрушитель направляется Куда-то далеко, конечно, вылетит тут один агрессор Ему бы не стоило так резко заходить в сражение Но даже так неплохо Траун был в итоге уничтожен у Империума Большие проблемы у Империума Здесь всего 4 корабля Высасываются при этом щиты у его кораблей И пошли сзалпы социальных кораблей Повстанцев Ситуация крайне шикарная Потому что здесь уже почти нету Какого-то бытного прикрытия Сзади, конечно, один свеженький разрушитель Под названием Завоеватель стреляет Но этого Завоевателя одного может не хватить Корабль справа теряет свои части Но Повстанец готовит засаду снизу Мон Каламари-1 Акбар Адмирал здесь На корабле Хоум-1 И еще второй Мон Каламари Повстанец нападает на мою станцию И пытается как-то уничтожить меня Перед тем, как я справлюсь с Империумом Он, видимо, решил воспользоваться ситуацией И сделать так, чтобы Точно уже никто из нас не победил Империум потерял все Теперь мне нужно забрать его станцию У станции мало здоровья Надо сбивать этой станции модули После этого можно будет переключиться и на Повстанца Но нужно уже вызвать подкрепление именно сюда Однако здесь очень хорошее прикрытие имеется Тут три героя, четыре героя Все герои Повстанцев находятся здесь Появляется корабль слева Кильдаб сражается Кильдаб будет бить по ионной батареи противника Он даже может игнорировать щиты Но я боюсь, что этого мало Потому что Акбар достаточно крепкий Он так просто не пробивается У него один из лучших на самом деле У него, наверное, не один из лучших Даже лучше, наверное, генератор-шита Который вообще имеется в этой игре Он очень много на себя может впитывать И подходит подкрепление Империума Возможно, последнее, потому что Империю все это время только не настроит Но этого одного струда может и хватит Да, станция покусится, но у станции еще много здоровья А у Имперцев это новое подкрепление должно их спасти, скорее всего Полетел сейчас Тайберзан Куда-то справа будет пытаться обойти вражеские корабли На этом фланге ситуация у меня крайне тяжелая Бомбардировщики появляются Они стреляют по Монт Каламаре Монт Каламаре держится на самом деле Но я боюсь, что этого тоже может не хватить Пошли залпы по ионной батареи Ионная батарея уничтожается Станция держится, но у станции уже половина здоровья потеряна При этом щиты не функционируют Турболазерные батареи тоже не стреляют К сожалению, да, многие, потому что уже сбиваются Уничтожаются Последний корабль пиратов А в фокусе станции у станции уже очень мало модуля Она теряет свои щиты, свое здоровье Залпы проходят постоянно Абсолютно станции скоро цитно Ничего не останется Но все еще держится сейчас, конечно, здесь Имперец Станция, в мое время, практически полностью уничтожена Кильдап стреляет в упор в Акбара Но Акбар держится Акбар просто не пребывается, и там слева еще один четвертый Уже Мон Каламари на позиции Походят еще дополнительный корвет, чтобы избавиться от бомбардировщиков Чтобы стоять по вражескому корвету Тоже как-то пытаться компенсировать свою нехватку кораблей Свою нехватку бомбардировщиков Хоть что-то тут нужно использовать Какие-то корабли должны быть Появляется еще мой герой На всех случаях стреляет по вражескому адмиралу Акбару Да, здесь, правда, есть на всех случаях, конечно, на прикрытии Хансола И Кильдап слева получает серьезный урон Станция уже имеет очень мало здоровья У станции уже оранжевые хитпоинты У станции Империи практически ничего не остается Осталось два модуля Модуль еще один сейчас будет уничтожен Там сзади обходит Айберзан Айбер обращается под обьет двигатель Три корабля Империя держатся И стреляют, стреляют по этой станции Сейчас мои последние два агрессора Пытаемся мы хотя бы забрать имперцев Они уже не успеют отступить Но моя станция Ценой такого подвига Ценой борьбы с Империей По станции нанесли мне удар в спину И уничтожили меня абсолютно полностью Потому что у меня остаются два астероида Да, деньги есть Но не могу я реализовать свои силы К сожалению, потому что просто Просто нет такой возможности Силы здесь мои будут, скорее всего, потеряны Есть, конечно, еще один герой На всякий случай разворачивается сейчас Хоум Ван Пытается как-то увернуться в этой ситуации Достается один кильдап Пытается эвакуировать своего главного адмирала Агвара Но станция моя вот-вот треснет По ней стреляет там сзади уже И, собственно, самой персоной Хан Сула Модули отваливаются Станция, это последний модуль По нему стреляют И станция разлетается на части Я потерпел поражение У меня остаются последние корабли У меня есть здесь, на самом деле, небольшое подкрепление В виде бомбардировщиков на этот фланг Моему Тайберу Зану Чтобы хоть как-то, может быть, попробовать Запокусить модуль имперцев У имперцев последний модуль Надо стрелять по нему Надо стрелять по этому модулю Полетели бомбардировщики Но их быстренько фокусят Они, к сожалению, сразу Им сразу садятся на хвост И бомбардировщики погибают Буквально моментально Последний мой большой корабль Сражается здесь Но его также обходят с разных сторон И шансов на выживание У него практически не остается Поэтому с этим кораблем Придется, скорее всего, попрощаться Вот уже прямо сейчас он потерян Снизу, конечно, имеется Еще один адмирал Акбар Еще какой-то там два героя Мои улетают Последние наемники Пытаются спастись Из этого разрушенного Пиратского королевства И Тайбер Зану Ходит в инвиз Пытаться как-то сидеть еще И тянуть время Империум Империя У нее одна батарея осталась Станция очень побита Нужно Империи, конечно, идти в атаку Империя именно это планирует Присасывать сейчас Хана Соло Хан Соло с Чубакой Могут не вернуться домой сейчас И все свеженькие кусочки пиццы Направляются на станцию Повстанцев Станция Повстанцев, однако Также будет отбиваться без проблем У нее много сейчас модулей Она может довольно хорошенько Отстреливаться от вражеских кораблей Тут есть дополнительно еще турель Кстати, которая настреливает по Легкой Легким звездолетом Монт Галамари двигается в центре И мне кажется, что Повстанцев могут быть большие трудности У Повстанцев Станция, скорее всего, проиграет этим кораблям А, собственно, сам флот Повстанцев Слишком медленно направляется к цели Да, капитальные корабли, конечно, тянутся Более-менее Но их скорость не настолько большая Не настолько страшная Здесь есть еще дополнительно один На всякий случай Корвет Который отбивается от Бо Фетта И, возможно, что просто не успеет Прийти к цели сейчас до станции А Повстанцев теряет много здоровья Очень много здоровья Но я думаю, что она может протянуть Достаточно много, чтобы все-таки Монт Галамари успели Но один этот подбит У него там нету По-моему, двигатель, может быть, и есть Но плывет он очень медленно Монт Галамари этот заходит Другой пошел, кстати, с другого боку Совершенно Он хочет напасть на станцию, видимо Это коварно Здесь забираются мои астероиды Двигаюсь я с этого флага Но я решил заключить последний союз Все-таки именно с Повстанцами Да, потому что Мы сражаемся против Злобной Империи И нападаю на последний модуль Станции Империи Именно это нужно сделать Чтобы одержать победу Сбить последний модуль И сбить станцию Полетели сейчас ракеты И, несмотря даже на хорошее наступление Здесь Империи Им не хватит времени Чтобы забрать станцию Повстанцев И у них больше не будет Никаких подкреплений Если модуль будет уничтожен Последний залп проходит Станция Империи уничтожена И Повстанец Стал побить Он притягивается к станции Империи Но времени уже не хватит Победа будет объявлена Именно Повстанцам Повстанцы одержали победу И вот такой вот у нас Сегодня был матч Звездных войн Друзья, не забывайте Подписываться на канал Ставить лайки Писать комментарии Желаю вам всего хорошего И до скорых встреч Друзья, не забывайте